сегодня четвертый день и так что было сделано на третий день не стало в процессе опять же снимать пыль грязь сегодня в начале дня снимаю показываю была сделана вот этот верхняя часть приделана здесь было как видите тоже вот так вот сделано вот и тут у нас внизу на хлам внутри автомат не обращайте внимание это просто обрезки чтобы не мешались под глазами вот здесь вот идет как бы ступенька такая выемка под плинтус вот и здесь вот так вот это же сделал как видите сделано вот так вот чтобы сюда плинтус хотя и так в принципе высоко благодаря ножкам все равно чтобы ничего не мешало чтобы можно было задвинуть вот и сделал собственно вот так вот и здесь также была сделана уже сделана дверь вот она там стоит задние пока еще не решил на какие петли буду вешать либо внутренние скрытые как делают с внутренней стороны как в мебель в мебели делают двери либо просто такие вот навесные сделаю еще пока не решил ну пока вот так вот задняя часть плюс дверь была сделана сегодня займусь уже буду делать собственно вот сюда уже как бы собственную крышку такую да будет открываться чтобы доступ к проводам было и собственно так уже будет как бы часть где будут кнопки и стики располагаться и также буду делать наверное уже ящик сюда вот но это все в продолжении покажу и расскажу поехали пилить поехали строгать дальше сниму покажу итак друзья пять дней по шесть девять часов работы и вот что собственно сегодня получилось в шестой день был небольшой перерыв три дня так чуть-чуть болел выходные были по это ничего не делал вот что на шестой день готова ну наконец-то я уже как бы доделал все есть законченный вид осталось основной большой по корпусу же ничего пилить не надо что очень радует потому что надоел это пелёшка сверлёшка весь этот мусор и вот осталось уже грубо говоря так какие-то мелочи доделать ну и так такой кратенький обзор на данный момент то что наконец-то да уже видно что будет монитор кстати для тех кто будет сверху выпиливать отверстие монитор часто вижу в той же группе hyper spin по-русски что там и на ю тубе как люди выпиливают до сверлить дырки потом обликом там пропиливают как делал я например да я расчертил у меня диска дисковая пила это для тех у кого дисковая пила то есть расчерчиваем и пилой прямо диск можно такой посередине вставлять он спокойно пропиливает и уже вот так вот выпиливать грубо говоря на таку ставил пропилил ставил пропилил что я пропилил углы можно уже обычной ножовкой но это я так просто говорю вот небольшое отступление что если кто будет у кого есть дисковая пила что можно например вот так вот не обязательно там высверливаете обезком учиться ну здесь вот еще у меня косяк да не хватило мне материала здесь из двух дощечек пришлось вот эту часть но он здесь ровненько зазор почти никакого нету фигня далее наверное самое главное это вот у нас вот так вот сбоку все выглядит это у нас не знаю как бы сам здесь у нас будут стики и кнопки вот так здесь вот так вот все выглядит и здесь у нас ящик здесь у нас будет вот такой вот ящик решил я еще когда на стадии чертежей что нужно сделать какой-то использовать незадействие так скажем пространство решил сделать ящик вот и здесь у нас будет скажем так такая еще полочка небольшая на ней уже будет лежать клавиатуре мышка вот но здесь будет можно все уложить участник инструменту по валяется можно будет складывать например джойстики там кеймпады всю фигню короче сюда вложить то что может пригодиться да вот далее и еще такой вот сюрприз валя вот так вот нас все откидывается вот так вот все откидывается и здесь будет доступ уже к проводке ко всей ко всем кнопкам ну и так можно сюда заначку например спрятать так будет все это открываться вот и да кстати открывается это все только когда открыт ящик либо и он вообще вытащен потому что во первых если ящик он идет как ограничитель и как другая подставка чтобы она полностью не открывалась чтобы не сломать петли вот в таком духе далее что еще давайте развернем его маленьком бой и посмотрим изнутри что у нас тут получилось на данный момент сейчас к свету поверну вот изнутри собственно что у нас получилось монитор крепил вот так вот на уголки такие вот не стал я крепить его как я делал во всем аркадном автомате на евро винты по одной простой причине что ты так задумался вдруг а вдруг я буду ставить сюда монитор больше у меня сейчас девятнашка 4 на 3 но что-то была такая мысль а вдруг буду ставить больше и решил чтобы когда здесь уже будут наклеенные арты чтобы не ковырять там не выкручивать винты просто мы изнутри подкручиваем снимаем вот эту панель да как бы расчет чем выпиливаем новую ставим или ставим новый монитор то есть ну вот так вот не знаю буду ли когда это менять монитор не буду ли так и буду с этой девятнашкой ну как бы хотелось от 19 и выше конечно но пока вроде девятнашка устраивает посмотрим здесь также вот скрепил двумя уголками ну вот пока так здесь у нас будет материнская плата лежать блок питания жесткие диски то есть все будет у нас вот здесь вот и как я уже говорю материал мне не хватило хотел я еще вот здесь вот полочку такую вот сделать но это может в будущем это не проблема небольшую полочку вот здесь такой вот нас полезное пространство можно не знаю здесь холодильник что подпил замутить ну так что это такое что мы такое складывать что ли ну и пока пока вот так вот сегодня займусь будет буду делать дверь точнее вон она сзади там стоит надо будет ее сегодня повесить на петлю но она сейчас я автомат разверну и продолжу еще кучу а а а а